Приветствую вас! Я думаю, что проблема заключается не совсем в том, о чем вы пишете, но я не уверен, насколько вы готовы все это принимать, да, то есть, насколько вы готовы расширять, скажем так, круг своего восприятия, сферу своего восприятия. Вот, поэтому, наверное, вначале я отвечу вам на ваши вопросы, чтобы вы получили ту обратную связь, на которую пришли. А после уже я дам какие-то свои, наверное, комментарии по тексту, просто выскажу какие-то мысли, которые мне приснился к Богу, когда я считал ваш текст. Значит, как правильно сказать мужу, да, что, соответственно, ну, что это вот его дети, и что к вам они отношения никакого не имеют? Ну, в самом деле, какого-то волшебного средства нет, волшебных слов точно нет, вы просто говорите ему, что так и так, дорогой, я там поняла или пришла к выводу, что, грубо, твои дети, ну, у меня не получилось с твоими детьми с детьми сойтись, у меня не получилось с твоими детьми выстроить отношения, хорошие, так, ну, они достаточно большие были, когда мы с тобой познакомились. Вот, и, соответственно, у них есть мама, вот, меня они не воспринимают, но я их, в принципе, тоже, как бы, не воспринимаю, поэтому, как бы, ну, зачем, соответственно, мучить себя их, да, пытаться общаться. То есть, я не хочу, вот, первое, что вам нужно, вот, заявить, да, то есть, такой, так, пытаться, первое, то, что вы не хотите уже надеяться с его, с детьми, и чтобы он, ну, мне, не требовал от вас этого, не требовал от вас какого-то общения, да, которое, ну, вам, там, не нравится, да, неприятно. Приятно. Что-то еще. Это первое. А второй этап, второй этап, он заключается в том, что вы говорите ему по поводу того, что вам нужно больше внимания, ну, к себе, да, то есть, вы говорите, что, дорогой, я хочу, там, больше времени, грубо говоря, проводить с тобой, вот, или просто писать, то есть, ну, просто говорить ему, да, и писать ему о том, что, значит, что вы хотите, то есть, там, ну, грубо говоря, предложить ему, там, допустим, предлагать, предлагать ему, там, к примеру, куда-то ходить, да, там, что-то, и так далее, то есть, как-то вот, ну, инициировать взаимодействие с ним. Вот. Это вот происходит, ну, два таких вот этапа. Как вот это, ну, ну, у меня, по крайней мере, видится, да. Чтобы выстроить правильные отношения, такие вот, такие вот, чтобы муж, ну, вас как-то, ну, ценил, да, может, может быть, и так далее, вот, то здесь нужно, на мой взгляд, вести себя более ценностно, более ценностно себя нужно вести, вот, то, чтобы человек видел, что вы, там, к примеру, даёте себя в обиду, допустим, что вы, к примеру, там, чётко говорите «нет», ээээ, когда это нужно, да, то, что вы чётко, прям, чётко, чётко говорите «нет», если что-то идёт, эээ, ну, не так, как вы хотите, допустим, допустим. Вот. И, в общем-то, чтобы мужчина чётко знал, что вы будете делать, эээ, что вы делать не будете, да, что вы хотите делать, что вы делать не хотите. Вот. Вот опять же, это, ну, как бы, всё зависит от вас здесь. Уж я не знаю, к счастью это или к сожалению в данном случае, но это зависит от вас. Дальше. Что касается, эээ, значит, вашего вопроса, связанного с тем, эээ, наличие такой крепкой связи с детьми и ретироваться из этих отношений, то мне кажется, что это всё-таки больше, как бы вам сказать, это всё-таки больше, знаете, эээ, похоже на, ну, на побег какой-то, вот, эээ, на мой взгляд, это больше похоже на побег. Вот. А, потому что, эээ, получается, как, как бы, получается, да, что вы, эээ, просто не смогли что-то сделать, да, вы просто не смогли как-то, эээ, вы, 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 выдержать, эээ, вот, то, что, эээ, произошло, да, то есть вы не смогли выдержать ситуацию и просто взяли избежали, вот. То есть это это, ну, на мой взгляд, эээ, совершенно не то, что вам нужно делать, вот. Вот. Вот это вы себе, эээ, вредите только, навредите, эээ, себе только таким образом, вот. Ну, на мой, на мой взгляд, да, вот, эээ, в данном, в данном, ээээ, случае, в данном случае, в данном случае мне так видится эстория. Теперь, эээ, я, с вашего позволения, да, эээ, дам вам несколько своих собственных рекомендаций. Значит так, мы с мужем в браке 4 года, эээ, давайте сразу вот здесь определим, вот вы говорите, что мы с мужем в браке, ээээ, 4 года, да. А, значит, эээ, что вас объединяет? Что, по поводу, чего, чего вы, эээ, сошлись, да? То есть вы же, наверное, знали, что у него есть дети, вы же, наверное, знали, что он, ээээ, к ним, к ним устроит, эээ, к ним, ну, как бы, неравнодушен, да, что он, ээээ, пытается устроить их, ээээ, жизнь, быть и так далее. Ну, вот. Ээээ, все вы это знали, и все равно вы с ним сошлись и поженились. То есть, как бы, это вот, ээээ, такой интересный момент, на самом деле, да, вот что вас объединяет? Ээээ, значит, ээээ, это вот очень, ээээ, важный момент. Если вы с ним, ээээ, знакомый 5 лет, то есть браке вы 4 года, знакомый, я же не, я как понял, 5 лет, да? Вот, то наверняка, наверняка вас что-то связывает, вас всегда объединяет, ээээ, какие-то, ну, чувства, ээээ, что-то, наверное, еще, вот. На это нужно обратить самое пристальное внимание, потому что дети, 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 ээээ, как бы там ни было, да, дети, они второстепенно. А первично все-таки ваши отношения с мужчиной, вот, тем более дети не ваши вообще, да, а его. И, получается, что, ээээ, вы, ээээ, получается, что вы, как бы, ээээ, обесцениваете то, что вас объединяет. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я, конечно, не могу об этом говорить на 100%, но получается, что объединяет вас, объединяет вас что-то, ну, получается, недостаточно важное, раз вы, значит, готовы выйти в отношении с ним. То есть эта история, она вот такая. Далее вы пишите следующее. На момент знакомства детям у них было 14-16, сейчас 19-21. Так, ну, хорошо. А они учатся, то есть для чего вы возраст их указали, не очень понятно, они учатся, живут отдельно, не с мамой, деньгами обеспечивает отец, мой муж. Ну, и я так понимаю, что так было всегда, да, то есть так было и вначале, что их обеспечивал отец детей. То есть это как бы в их семье, во взаимоотношениях между отцом и имя, да, это, ну, нормально. Вот. Ну и как вы к этому относились изначально? То есть я повторюсь, изначально, как вы это относились? Очень важно, очень важно, да, именно то, как вы изначально относились к этим вещам, к тому, что он вот, например, содержит своих детей. Это очень важный момент. Потому что он это делал изначально, он это делал всегда, а вас это, вас это стало напрягать, как бы, только вот, относительно какое-то время назад. Вот. И у меня к вам, соответственно, вопрос. У меня к вам, соответственно, вопрос возникает, да. Вот вы говорите, что, ну, вам надоело, да, вы говорите, что вам надоело, что вы устали. Вот. Так, а как бы, ну, изменилось-то что у вас? Знаете, какая штука? И изменилось ли что-то у вас? Вот. Вот. Ну. Смуром вашим. То есть, может быть, что-то поменялось всё-таки. Может быть, ну, в вашей жизни что-то произошло, понимаете? Мне вот кажется, что этот момент, ну, его нужно как-то выявить, его надо как-то определить, его нужно как-то отдельно, да, рассмотреть. Потому что, ну, совершенно очевидно, что на вас это как-то влияет, да, то есть если у вас изначально было что-то одно, а теперь получается у вас уже что-то другое, да, то есть вы по-другому воспринимаете себя, ну, себя, например. Вот. Дальше. Где-то я, собственно, раньше как-то мирилась с этим, что меня отражает постоянное присутствие в нашей жизни. Ну, опять же, опять же, к вам вопрос у меня. Вот вы пишите, значит, что мирились. Вы пишите, что мирились. А ради чего мирились? Зачем? Зачем мирились? Мирились, чтобы, ну, чтобы что? То есть очевидно же, что была какая-то цель, цель, очевидно же, что была какая-то изначальная цель, да, того, чтобы, ну, того, чтобы мирились. Совершенно очевидно. И меня очень интересует, что это была за цель. Какая? Это была цель. Вот. На мой взгляд, это, ну, нужно рассмотреть. Дальше. Он часами с ними на связи, постоянно общается, он живет их учебы, их успехами, неудачами, но я расслаблю себя на месте, что я лишний. Здесь, эм, такой достаточно деликатный момент, что это вы себя чувствуете лично. Знаете, какая-то такое. Это вы себя ощущаете. Так. Но, эм, сам, ну, мужчина, да, здесь, как бы, он ни при чем. И его действие, его деятельность, его отношение с детьми, эм, тоже ни при чем. Вы себя, вы себя стали чувствовать, эм, значит, эм, ну, как бы, вот, эм, ну, вы себя стали чувствовать лично. И это вопрос, эм, скорее к вам. Почему я стал чувствовать себя лично, чего мне перестало хватать? Поведение мужа-то не изменилось, а вот у вас, очевидно, какие-то ожидания от мужа были. И, вероятно, они есть и сейчас. Вот вы, эм, забегаете вперёд, да, вы там, эм, дальше, эм, пишете, эм, про любовь, да, про то, что, ну, у вас, вот, есть любовь. Эм, что вы любите, эм, своего мужа, вот, вы там, ну, дальше, дальше у вас, эм, есть такое вот, такое высказывание. Вот, эм, так вы поймите, что любовь, она, эм, подразумевает, эм, безусловное принятие человека, и вообще любые отношения подразумевают безусловное принятие человека. Вот, а вы, такое впечатление, да, что, эм, эм, своего мужа, эм, ну, не сказать, что бы принимает, вот, не сказать, что бы вы его, что вы его принимаете полностью. Вот, я бы сказал, что вы его, эм, условно принимаете, с расчётом на то, что он изменится и будет там вам, эм, больше выделять, к примеру, внимания. Вот, это не, это не совсем любовь. Ну, и опять же, ваша мотивация здесь, эм, неясна. Дальше, эм, значит, понятно, значит, вот то, что вы чувствуете себя лишнее, это исключительно ваши ощущения, ваши чувства, ваши эмоции. Это страх, вероятно, остаться одной. Это ревность, что говорят о неверности в себе, может быть, это что-то ещё. Но с этим, на это нужно обратить самое пристальное внимание. Далее, в сего детьми отношения нейтральные, мы не общаемся. А почему? То есть, опять же, если вы любите мужчину, если предположите, что любовь предполагает, эм, принятие, принятие партнёра. Вот, то вам нужно общаться с его детьми, потому что дети – это часть вашего мужчины. Если вы принимаете мужчину, если вы любите мужчину, то вы любите и его детей. Вот, потому что дети, и как будто из партнёра его дети, ну, достаточно неразделимые, неразделимые. То есть, даже если вот они взрослые, но сейчас нужно отдать, то они ходят, то равно он относится к нему как минимум позитивно, потому что они часть вашего мужа, продолжение его. Вот, и тут позиция, мягко говоря, тоже странно. А, дальше, мужчина-то зовёт меня на встречу с ними, которым ни я, ни они, особенно не рады. Ну, вот тут можно чётко говорить, что нет, я не хочу. То есть, это ваше право, ходить на встречу или нет. Объезжается, пройдет сюда, для к семьёй. И, значит, смотрите, его обиды, обиды вашего мужа, да, на вас, за то, что вы, там, ну, не хотите, не хотите, за то, что вы не хотите, а, значит, взаимодействовать с его детьми, да, вот. А, его обиды тоже его проблемы, это тоже его проблемы. Это не ваша проблема уже, не ваша проблематика уже. Знаете, вот. Какая, какая, какая штука. Вот. То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вам необходимо эти моменты отделить. Одно дело, если вы общаетесь с детьми, просто, ну, просто там еще они есть, да, и вы как-то пересекаетесь. Другое дело, если вы ходите, там, против своей воли на, там, значит, ну, какие-то мероприятия, посвященные его детям. Вот, и это, конечно, это, конечно, ну, далеко не лучший расклад. То есть это, на мой взгляд, должно быть, как бы, совершенно, совершенно очевидно. Вот, ну, для вас, для вас это должно быть совершенно очевидно. И должно быть разграничение, вот, одного от другого. Дальше, так, у них есть мама, которая, судя по ее высказываниям, третьим лицам меня ненавидит, несмотря на дочь, я из семьи его не уводил. Ну, вот здесь чувствуется некая обида на уже жену, да, бывшую жену. Своего мужа, типа, что вот она, ну, значит, что-то плохое про меня говорит, и так далее. А я, конечно, опять же, не знаю, но мне думать, думать, что к женщине, ну, надо, надо, нужно относиться, а, значит, ну, с пониманием, потому что очевидно, что ей тяжело справиться, вот, с той мыслью, да, что, значит, значит, что ее муж больше не с ней, то есть немногие люди могут безболезненно и без негатива, да, опустить человек, вот. Поэтому вам, опять же, здесь нужно посмотреть на свою реакцию, почему вы именно, ну, отреагировали так, как отреагировали, вот, из-за чего вы отреагировали так, как отреагировали, вот, и, соответственно, стоишь ли за этим что-то, то есть если за этим какие-то, ну, условно говоря, другие более глубокие причины, да, вот, или нет, то есть, либо да, либо нет, здесь, это, это, ну, это понятно, это понятно, я надеюсь, вот. Дальше идем, а, значит, так, мне все это надоело, я хочу прямо сказать мужу, что любить их никогда не буду, они не моя семья. Ну, это не совсем так, я не знаю, к сожалению, или к счастью, но это, это не совсем так, потому что они, ваша семья тоже, потому что вы выбрали, ну, мужчина, но есть дети, и его, его дети, всегда, всегда будут, к счастью, значит, к счастью его, и счастью вашего союза. Вот, поэтому было бы здорово, если бы вы все-таки приняли их как часть, как семью, да, и поняли, что у них есть свое место в жизни, но, но просто требовали от мужа, требовали от мужа, соответствующего бы, соответствующего бы, отношения именно к себе. Вот так получается, что вы просто пытаетесь, а, бунтовать. Вот. Вот, в принципе, то, что, можно вам сказать, если вы говорите, что вы любите его, он меня тоже, и любовь к детям уже сильно утречает. Вот, и смотрите, вы пытаетесь конкурировать с детьми за внимание мужа. Вот. Ну, это свидетельствует о том, что вы имеете какие-то внутренние конфликты, вот, и свидетельствует о том, что вы, скорее всего, в себе не уверен, что вы для чего это терпели, да, терпели изначально такого мужчину, который, который вам, судя по тому, что в письме не подходит. Ну, просто, вот, не подходит вам делать, потому что вам нужен мужчине, который все свое внимание безраздельно давал бы вам, да, вам нужен такой мужчина, а он так не может, и вы от этого страдаете, и ничего хорошего в итоге не получается. Ну, понимаете? Вот, ключевые моменты вашей истории. Обратите внимание нужно на то, ради чего вы терпели, то есть вот ради чего вы терпели, мирились с тем, что вам не нравилось. Ради чего. И в какой момент решили, что ситуацию нужно менять? В какой момент? Ну, и с мужем у вас в мозгу настолько здоровые отношения, что он обижается на вас за то, что вы чего-то там делать не хотите. Это тоже очень важная история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, им дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.